Доброе утро всем! У нас сегодня идеальная погода, абсолютно безветренная, море спокойное. Сейчас посмотрим, как будет на пляже. Море сегодня вообще сказка, полный стиль, такая красота, вода идеально прозрачная, с утра еще людей мало, можно спокойно покупаться. Теплое, отличное море вообще. Даже видно много разных рыбок, которые приплывают, но в основном такие белые. Красиво очень сегодня. На пляже лежаки стоят, один лежак, 10 евро. Доллары не берут, карты рассчитаться нельзя, только наличные евро. Под зонтиком есть такая вот маленькая будочка, оказывается, это как сейф. Туда можно что-то положить, что надо. Такие тут цены на пляже. В самолете не особо придирались к римам, всяким средствам. Объем до 100 миллилитров это должна была быть вода, насколько я поняла. Средства здесь солнцезащитные, цены разные. От самого маленького, начиная примерно от 10 евро, заканчивая 20-25 евро. Побольше объем. Но мы брали небольшой объем. Главное, чтобы было СПФ 50 посильнее. Не хочется сгорать. Такая интересная палатка, удобная и для тени. И так можно куда-нибудь поехать отдохнуть, взять такую палатку с собой. Мы зашли пообедать в кафе. Ждем наш заказ. С мопсиком мужчина пошел. Принесли мне такой вот салат с сыром. Сверху запеченный сыр. Такая красота, даже клубничка. А папа заказал себе салат с курицей. Тоже похожий. Филе куриное, запеченное. С кусочком брускетты. И соус к салату. Сначала не поняла, кто это лезет. По оливковому дереву. На ужин готовят креветки и красную рыбу. Жарят по лапам. Такая красота. Ситроен Берлинго. Инго. В салоне. Шикарный. Твоя мечта. Солнцезащитное средство. Огромный выбор. На любой цвет и вкус. В центре тут нашли такой огромный магазин. Мужские разные шорты для купания. Бейсболки. Огромный выбор купальников. И цена такая совсем недорогие. 16 евро за купальник. Как по мне, так это недорого. Завтра взяла две яичницы, помидор, сыр, такой как зеледь. Взяла пару панкейков, булочку и чуть-чуть фруктов. И просто воду. Хоть с утра бесплатно вода. Доброе утро всем. Мы уже на море. Сегодня опять вода идеально спокойная. Погода прекрасная. Вода чистая. Прозрачная-прозрачная. Папа взаплыв пошел. А я сижу, наблюдаю. Людей на пляже с утра вообще нет. Тихо и спокойно. Со всех сторон. Лежаки свободные. Сегодня даже как-то из-за того, что, наверное, в воскресенье людей в столовой толком не было. Никто на завтрак не пришел. Или вчера много все гуляли. А сегодня вот так вот спокойно, красиво. Вот мне сегодня вспомнился момент, как мы всегда летали в сторону Египта. и какой там был на таможне при вылете досмотр вещей. Были контролеры иностранцы, которые проверяли и досматривали вещи. Что туда, что назад. И какой был стресс, когда проходишь. То есть досматривали, придирались к этим миллилитрам. К всему содержащему в рюкзаке. Бывало, что даже когда летал с чемоданом, а чемодан сдавал в багаж, потом просили на выходе открыть чемодан и показать, что в багаже. Ну, то есть куча была разных нюансов. Сюда, когда мы летели, просто все так беззаботно было, без всяких стрессов, без вот этих каких-то ожиданий, что сейчас пол рюкзака выкинут в мусорник там. Вообще так было идеально, прекрасно. Вот непонятно, почему такое было отношение там. Мы не один раз летали. И почему вот как-то тут так совсем по-другому? Непонятно мне немного вот этот вопрос. Или ожидание к нашим людям, что обязательно что-то, какую-то пакость делают и что-то провезут. А тут такого нету, и люди более порядочные. Вот чего-то у меня такие, какие-то странные мысли в голове сегодня утром стали появляться. Мы на обед зашли себе заказать пиццу. Небольшой такой ресторанчик. К сожалению, тут только в основном испанский язык знают. Нужно гриль покушать, разные готовят. Мы себе выбрали пиццу, хотим взять в отель, покушать на балкончике, посидеть чего-то именно. учиться так в отеле, в прохладе. Вчера кушали салаты, было жарко на улице, и сейчас тоже очень жарко. Час дня очень жарко. Такое меню. салаты можно покушать, рыба, разные напитки, вино, пиво. пиво 2,80 начинаю. кофе, латте 4,20. Такие тут цены. Что-то за 100 грамм, или что так дешево? На ужин вот такая огромная, даже не знаю, кто это. килограмм 10 по размеру. Тушка. Это просто. С чуть-чуть бульоном. Что воно таки запеченными ножками, запечатанными. обалдеть. И разная рыба сегодня. Опять этот тунец, резиновый, больше не хочу. И какой-то еще. Точно, тунец. Тунец и какая-то еще рыба. Я удивляю, суши. Такое что-то сделали, с чем они? Но интересно. Я обязательно возьму, попробую. Я взяла на ужин рыбу. при нас приготовили. Совсем чуть-чуть огощи. Суши. Сразу полила соевым соусом. Картошку. Ножку какую-то с апельсиновым соусом. Попробую. Салат такой я люблю. С капустой. И десерт. Пирог и фрукты. Пошли мы в сторону магазина. В ту сторону. Тут чуть-чуть на аллейке вот эти пальмы. А так толком пальм нигде и не видно в этом районе. Оливковые деревья. Попробую. 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 Все отдыхают, гуляют. Интересные, красивые градусники. Единственное, что не очень может удобная шкала в районе восьми франков. Подсвечки такие, штучки, подставки. Красиво. Разные расписные подложки. Лопатки деревянные. Тут тоже как шкатулочки такие. Наполнить. Ясерицы такой. Вот эта саламандра. Для любителей кальянов тоже. Отдевались мы, интересно, через автомат. Взяли две упаковки семян. И вот так вот сдачу нам дали. Через автомат. В следующем видео сниму, расскажу про покупки. Какие мы тут сделали. Что у нас еще нового интересного было. Следующее видео будет заключающее. Это будет за день до того, как мы уже будем уезжать. Поэтому продолжайте смотреть. Надеюсь, вам интересно. Тут немного о вас порадую. Поделюсь с вами солнечной погодой и морем. Всем спасибо за ваши просмотры. Всем пока-пока. До новых встреч.